Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist. Решил записать небольшой подкаст про музыку. Уже много я пытался что-то такое сделать, но в итоге всё заканчивалось тем, что я базарю там час или даже больше, или я ухожу в какие-то дебри, или я чувствую, что у многих может бомбануть от моих музыкальных вкусов и так далее. И в общем, много раз я перезаписывал. Также думал поставить что на фон, в итоге решил вообще отказаться от фоновой музыки, потому что что-то достойное поставить YouTube не даст, а ставить что-то не очень достойное как-то не в тему под такой подкаст, поэтому каждый из вас может сейчас самостоятельно включить музыку тихо, которая ему нравится. Вообще, основной мой посыл такой, что не существует плохих жанров музыки, существуют просто плохие песни и плохие исполнители конкретные. Чем больше я слушал разные музыки за всю свою жизнь, тем больше я понимал, что практически в каждом жанре, даже в тех, которые мне как бы и чужды, можно найти что-нибудь достойное. Другой вопрос в том, что у каждого человека есть какие-то предпочтения в жанрах, которые ему в целом нравятся больше и для него там интересного гораздо больше. За свою жизнь я переслушал все, что только можно, начиная от рок-н-ролла, не знаю, там 50-х и заканчивая грайндкором. И могу вам сказать то, что, как по мне, музыка, начиная... Все, что было тяжелее, например, трэш-металла, по мне это уже деградация пошла. То есть тот же дес-металл это крайне неоднозначный жанр, который очень, скажем так, мало имеет достойных представителей. Есть, конечно, но их немного. Если бы идти еще тяжелее, там, какой-то дес-кор или там грайндкор, грайндкор это, по мне, вообще жанры, которые, ну, очень, очень мало чего нормального имеют. То есть там буквально несколько групп более-менее адекватных есть, остальное в основном какой-то шлак. Просто потому, что люди забывают про то, что в музыке главная музыка. И даже если эта музыка тяжелая, это не значит то, что это, ну, не должно быть мелодичности в ней, это не значит то, что в ней не должно быть каких-то интересных ходов, да, то есть и так далее. Построение музыкальной композиции должно быть какое-то там, ну, не такое. То есть жанр не должен быть помехой именно к музыкальности, а просто, ну, вносить свои коррективы должен жанр, но не более того. К сожалению, сейчас многие об этом забывают, и поэтому сейчас то, что играют, говорю вот из-за того же деза, и слушать просто невозможно. Там одно, либо просто тупо банальщина одно и то же, либо, ну, откровенное забивание на музыкальности, и просто тупо, ну, там, бочка шестнадцатыми, три квинта и гроулинг. Так, всё, вот-вот и весь дез метал, там, и басуху погромче ещё сделать. Ну, это говно как бы, да, как по мне. Вот трэш метал, это, наверное, жанр, который сохранил в себе достаточно интересное построение музыкальной композиции, да, и при этом ещё и какую-то агрессию и тяжесть в себе несёт. Всё, что тяжелее, как по мне, я говорю, процентов на девяносто это дерьмо. Ну, и трэш метал тоже дерьмо процентов на 30-40, это как бы просто, ну, там побольше годноты. Это что касается рока, если именно про рок спрашивать. Я часто спрашиваю про русский рок, я всегда говорил, говорю и буду говорить, что русский рок для меня это вообще не музыка, по большому счёту. То есть там есть неплохие исполнители, но их просто там процента, не знаю, полтора может быть. То есть я не люблю русский рок, потому что, во-первых, он полностью вторичен практически, то есть там всё спёрто, вплоть до конкретных песен. Во-вторых, русский рок, он, как правило, связан с субкультурой неформальной, да, такой именно у нас в стране, вот, которая, ну, я просто сам к этой субкультуре принадлежал когда-то, и ничего там хорошего нет, кроме того, что все постоянно бухают, трахаются там хоть бы хрен знает с кем, да, там, и так далее. И кто-то ещё даже употребляет вещества некоторые, да, ну, меня, слава богу, это не коснулось, но есть и такие. То есть по мне, как бы, ничего хорошего в этом нет, и русский рок для меня, говорю, как музыка, это мёртвая херня, ну, есть исключения, да, но их очень мало. Вот, если у кого-то бомбит, ребята, ну, ваше право, слушайте, что хотите, мне не нравится русский рок. Я знаю, о чём я говорю, говорю, я был в нефорской тусовке, я панковал, я ходил в косухе с длинными волосами когда-то, поэтому я прекрасно знаю, о чём я говорю. Далее, если говорить именно про моё, скажем так, образование музыкальное, то его практически нет. То есть у меня вообще есть абсолютный музыкальный слух с рождения, это врождённая херня, его нельзя развить, то есть просто у некоторых людей есть абсолютный музыкальный слух, у некоторых его нет. Что такое абсолютный музыкальный слух? Это умение определить ноту на звук или подобрать ноту. То есть тебе отдают ноту какую-то, ты говоришь, что это до или ми или ре. Это, ещё раз говорю, чисто врождённая херня и тут хвастаться нечем, потому что заслуги в этом нет у человека. Есть ещё относительный музыкальный слух, когда ты можешь уже относительно какой-то ноты уже дальше дать все другие ноты или что-то построить, подобрать и так далее, и так далее. Вот это есть почти у всех и практически любой человек, ну, за редкими исключениями, может себе развить относительный музыкальный слух. Как показывает практика, большинство, как бы, великих музыкантов, да и не только великих, просто хороших музыкантов, они не имеют абсолютного музыкального слуха и, как бы, им это не мешает нисколько вообще. То есть я ещё и к тому, что абсолютно музыкальный слух это, по большому счёту, бесполезная херня. Что касается музыкального образования, то в пять лет я ходил в хор, там очень быстро оказалось то, что у меня голосовые связки очень слабые, поэтому я в него недолго ходил, потом меня отдавали в музыкальную школу, в которой я проучился два года и забил, потому что там меня пытались заставить учиться играть на фортепиано. Я не люблю фортепиано, по-прежнему просто как инструмент, мне не нравится его звук. Да, поэтому мне и тогда не нравилось, и, соответственно, я сопротивлялся, и два года вот эта битва длилась, в итоге я победил и перестал заниматься. И, в принципе, сейчас я понимаю, что я правильно сделал. Я тогда хотел учиться играть на гитаре, но, к сожалению, в моей музыкальной школе, которая была на моём районе, не было возможности учиться играть на гитаре. К сожалению, реально, к сожалению. Вот, потом я вообще не учился, да, то есть музыке долгое время, и уже лет в 16 я, помню, купил себе гитару акустическую, учился играть на акустической гитаре. Да, это как раз было в то время, когда я русский рок слушал в основном, а потом я уже купил себе электрогитару и учился играть на электрогитаре. Какая была акустика, я не помню, но что-то такое средненькое в районе, по тем деньгам она тысячи три-четыре, по-моему, стоила. Ну, это сейчас, по нынешнему, как примерно тысяч пятнадцать. Ну, то есть неплохая гитара, но не более того. Что касается электрогитары, у меня был корейский BC Rich Warlock, с полностью замененной электроникой. Там был Seymour Duncan, стояли звукосниматели, и бриджевый, и нековый. Была заменена там кое-какая еще электроника, экранирование там переделанное и так далее. Такой у меня был забавный такой гитар, была полу-кустарная. Но неплохая, она до сих пор у меня есть. Правда, я ее отдал попользоваться своему другу еще два года назад, или три даже, уж не помню. Сказал, пользуйся, пока мне не надо, будет надо, я у тебя заберу ее. Вот он пока пользуется, ему пригождается. Вот, довольно злая гитара. Гитара сама по себе, она именно заточена под металл и под рок, то есть, там злые звукосниматели. Там гитара вообще заточена под толстые струны, то есть, ставить на нее девятку вообще нельзя, потому что, ну, просто не хватает натяжения, чтобы там просто банально... Ну, не звучат девятые струны на этой гитаре. То есть, я играл на одиннадцатых вообще раньше. Десятые, одиннадцатые, даже двенадцатые. Ну, двенадцатые это смерть пальцем, то есть, нужно играть на ноту ниже хотя бы, строить гитару, а в стандартном строе, то есть, ну, играл на десяток, на одиннадцатых. Но потом тоже я поднадоел, да и там был такой случай, то что я сломал себе кисть на левой руке и полгода не мог играть. В общем, из-за этого тоже все это забил. В итоге, что касается музыкальных вкусов, именно они менялись по мере моей жизни. И вот сейчас я прекрасно понимаю одно то, что в любом жанре есть нормальные вещи. Да, есть жанры, которые мне нравятся больше. Но если человек, допустим, любит слушать там рэп, для меня это ни о чем не говорит абсолютно. То есть, ну, нравится и нравится. То есть, да. Правда, не русский, если русский рэп, то это совсем печально. Вот. Ну, за исключением рэпера Сявы, конечно. Вот. Но факт в том, что, я говорю, в любом жанре есть достойные вещи. И в электронной музыке есть нормальная тема, и в роке есть нормальная тема. И единственное, конечно, что я категорически не приемлю как музыку, это такую откровенную попсу. То есть, которая... Попсу не в смысле поп-музыку, а, ну, такую вот русскую попсу. То есть, дебильную, да. То есть, это, конечно, я вообще музыкой не считаю, в принципе, да. Вообще никак. А в остальном, даже среди западных поп-исполнителей вполне есть нормальные темы, как бы и старых, типа Майкла Джексона, и что-то поновее, может быть. И везде, как бы, есть свои достойные вещи. Главное, чтобы музыка делалась, как бы, даже если и для денег, то все равно с душой. Как только музыка переходит чисто в коммерцию, получается кал. Это как и любое другое такое полу... Скажем так. Ну, музыка это такой полутворческий продукт всегда. То есть, если убирать из него элемент творчества, получается говно. То есть, тут по-любому, ну, никак. Нельзя делать тупо на коммерцию нормальную музыку. Все равно будет падать качество, однозначно. Вот. И куча была случаев тому подтверждения, да, что как только какая-то группа уходит прям вот сильно в коммерцию, начинает пытаться гнаться за популярностью больше, то есть, уходить, менять жанр на более популярный, как правило, ее обоссывают сразу же. Как в Линкен Парк, например. Да, то есть, взяли, скатились. Была отличная группа, играли классный нью-метал с элементами рэпа и в итоге скатились вообще в какую-то дичь какую-то, вообще откровенную. То есть, я вообще не понимаю. Или Inflames, например, взять те же самые. То есть, играли изначально такой крайне мелодичный мелодик Death. В итоге ушли куда-то тоже в жопу, куда-то, как по мне. То есть, не туда, куда надо было им идти. И таких случаев полно. Просто, как бы, одно дело, когда группа экспериментирует, пытается, да, что-то новое. А другое дело, когда она просто забивает на всех своих фанатов и уходит, по сути, в другой жанр, более популярный. Это, к сожалению, плохо, чаще всего заканчивается плохо. Также по музыке могу сказать, что в плане оборудования у меня никогда не было каких-то сильных, хоть у меня, говорю, и хороший музыкальный слух, но у меня никогда не было желания, там, покупать аудиосистемы, там, за 50 тысяч рублей, там, и так далее. То есть, я довольно спокойно отношусь именно к качеству звука. То есть, мне достаточно обычного среднего. То есть, у меня нет такого, что, там, mp3 не айс, нужно во флаге слушать. Это, ну, вообще насрать. То есть, просто откровенно. Как бы, я не парюсь по этому поводу. Ну, кому-то нравится, если кому-то нравится тратить тысячи долларов на музыкальное оборудование, ему доставляют это удовольствие, то, ну, пожалуйста, если есть деньги, что. Не сам, лучше пусть так, чем, допустим, на водку тратить. Деньги. Нравится человеку покупать аудиосистемы, там, и хай-тек, ну, на здоровье, чё, какие проблемы. Тоже, как бы, для того, чтобы научиться играть на гитаре, не обязательно покупать себе Gibson Les Paul, там, да, то есть, новый за, там, две тысячи долларов, или сколько он там стоит, даже, не знаю, три, наверное, тысячи долларов стоит уже. Это достаточно, там, потратиться, ну, там, тысяч в двадцать пять, можно в двадцать уложиться. Ну, тем не менее, если человек хочет сразу же хорошую гитару, у него есть деньги, то почему бы и нет. С другой стороны, не стоит, конечно, брать какой-то откровенный китай, если ты хочешь учиться играть. Вот это может отбить желание у любого человека, если ты купил себе говёный инструмент, который просто тупо не строит. И даже если и строит, он просто тупо дерьмо, то есть, там, плохой звук, и вообще он неудобный, то даже, ну, даже если тебе сильно хочется на нём учиться, скорее всего, он отобьёт у тебя это желание. Тут, как бы, нужно баланс чувствовать. Ну, и в целом, как бы, всё, наверное, я постарался коротко это всё так уместить по возможности. Потому что говорить можно очень долго, если уходить в какие-то жанры, там, то-сё. Ну, говорю, как по мне, надо слушать, можно чё угодно, везде есть своя годнота. Вот. Главное помнить то, что музыка это всё-таки творческая вещь. И я считаю, это вообще одно из величайших изобретений человечества, вообще музыка, как таковая, да. И главное про это не забывать. Вот. И всё. Всё будет украсть. Вот. От себя, говорю, могу сказать, что если вы хотите научиться на чём-то играть, то просто ни хернё не майте, сибирите и учитесь. Потом будет поздно, потом будет сложнее. Сейчас в наше время вообще, вот, сейчас можно научиться на чём угодно играть. Вот вообще ничего. Если деньги, главное, чтобы деньги были, а так вообще на чём угодно. Вот всё есть в продаже, всё есть. Есть и видеоуроки на ютубе и не везде. Есть и учителя, правда это дорого стоит, репетиторах если. Ну, поначалу всё равно надо. Если ты, допустим, собрался учиться играть на гитаре, тебе всё равно надо походить будет хотя бы раз 10. Чтоб тебе хотя бы руки поставили, потому что если ты будешь сам пробовать неправильно, то потом переучиваться если ты заколебёшься. Такие дела. На этом всё, ребят. Sorry, что быстро, коротко. Ну, говорю, не хочу углубляться просто в этот бесконечный разговор и нет смысла тут из пустого в порожни переливать. Помните, что музыка это то, что должно помогать вам по жизни, да, улучшать вам настроение, передавать вам сил. И если ваша музыка, любимая, это делает, то неважно, что вы слушаете, в любом случае это на пользу. Всем до скорого, всем пока.